Здравствуйте, уважаемые товарищи телезрители! В нашей прошлой исторической передаче шла речь о политической борьбе, которая была в рамках советского руководства. Эта тема настолько интересная и настолько большая, что нет возможности в рамках режима работы Инсид ТВ изложить ее полностью, не разрывая. Поэтому я продолжаю эту тему на нашем сегодняшнем занятии, на нашем сегодняшнем уроке истории. Сталин умер, но еще перед смертью был создан Центральный комитет партии, Президиум Верховного Совета и Совет Министров. Уже при жизни его, когда стало ясно, что он умрет, было произведено новое разделение властей. Ленинградская группа была уже уничтожена и было принято такое решение. Выдающаяся личность Молотов, выдающаяся личность Берия, каждый претендовал. Но восходящая звезда, руководитель аппарата Сталина Георгий Максимович Маленков. Именно ему Сталин поручил на 19 съезде партии делать отчетный доклад ЦК в 1952 году, где ВКПБ была переименована в КПСС. Сталин уже плохо себя чувствовал, он не мог, он выступил с краткой речью, которую потом пропагандисты разъясняли на многие десятки страниц. Речь его была краткой. Да, Молотов попал в опалу при Сталине. Почему? Потому что жена Молотова, жемчужина фамилия, еврейка. Евреи у Ворошилова жены были, у Андреева, у всех там были. Революционеры женились в своей среде, а в основном девушки-революционерки были еврейками по национальности. И жемчужина установила хороший контакт с киевской еврейкой в свое время, которая переселилась в Израиль, Голдемейр, которая была послом в Советском Союзе. Она встречалась с ней. Друзья в какой-то мере были. И когда был поставлен вопрос мировым сионистским движениям, а крупнейшие банкиры, это Морганы, Дюпоны, Рокфеллеры, Ротшильды, это все люди еврейской национальности, что Сталин определил еврейскую республику на Дальнем Востоке, Биробиджан. Там никаких евреев нет по национальности, только название, а туда же они не поехали. А еврейское население стало просить советское правительство, давайте сделаем следующее. Мы, евреи, потерпели большое бедствие, большой геноцид от Гитлера. Давайте создадим хорошие условия. Крымские татары, чеченцы, калмыкии, там и прочее, северного Кавказа сотрудничали с немцами в годы войны. Крымские татары вырезали многих наших раненых там, которые госпитали размещались в санаториях крымских. Их выселили всех. Дайте в Крыму организовать еврейскую автономную республику. И весь мировой сионизм, все крупнейшие банкиры помогут создать эту республику деньгами. Под влиянием жены Молотов стал склоняться к этому. А Сталин не доверял еврейскому населению. Он считал, что патриотами они быть не могут. И когда было создано государство Израиля, кстати, оно было создано именно по настоянию и при поддержке Советского Союза. Потому что англичане не хотели создавать государство Израиля. Возражали против этого создания. Но это особый вопрос, почему. Сталин обвинил Молотова в том, что он недостаточно преследует интересы страны и отстранил его. И вот Берия не хотел, чтобы был Молотов. Молотов не хотел, чтобы был Берия. И вот была такая компромиссная фигура была. Маленков. Маленков стал председательствовать на президиуме ЦК. И он стал главой советского правительства. Но как глава правительства он был немножко, во-первых, слабоват. А во-вторых, против него постоянно велась борьба. Он был недолго. И потом, под влиянием членов ЦК, он понял, что его уберут. Значит, он был, заявил, что я не справляюсь с работой, поэтому прошу меня освободить. И он был назначен министром электростанций, а председателем правительства был назначен бывший министр обороны Булганин, который по существу был штатским лицом. Сталин просто не доверял маршалам, опасаясь военного заговора. Поэтому министром поставил Булганина, который был вначале председателем Моссовета, председателем Госбанка. А потом ему присвоено звание маршала, и он стал министром. Но прежде чем, но прежде чем Маленкова сместили с этого поста, руками Маленкова убрал Хрущев Берия. Берия стал представлять опасность для всех. Во-первых, в его руках были органы безопасности. Во-вторых, в его руках был компромат на всех членов Политбюро. И все стали думать, как от Берии избавиться. Маленков присоединился, хотя они были друзья. Но в политике ведь дружбы не нет. В политике баланс силы имеет отношение. Ну, никакие нравственные категории, в том числе и дружбы, и прочее нет. Кто Берия возглавлял заговор против Берия? Возглавлял практически Хрущев. Тоже друг Берия в свое время. И вот было назначено летом в июне 1953 года было назначено заседание президиума ЦК. Приехал Берия, ничего не подозревая. Идет заседание. Какая повестка дня, спрашивает? Хрущев говорит Маренкову, ты объявляй. Маренков говорит, повестка дня такая, об антипартийной, антигосударственной деятельности врага народа Берия. И Хрущев тоже самое говорит. Берия говорит, вы что несете? Что вы несете? И вот так портфель зажал в руках. Схватился инстинктивно за портфель, который был с ним. Хрущев потом рассказывал, он решил, что там лежит оружие в портфеле. Он схватил и в этой схватке вырвал и убили этот портфель. А до этого было сделано следующее. Значит, Жуков был Сталином направлен в провинцию, в периферию, в Свердловск, командовать уральским военным округом. И когда Сталин умер, то Жукова сделали заместителем военного министра у Булганина. Булганин, конечно, никакой военной не был. Понятно. Поэтому Жуков практически стал хозяином армии. И вот Жукова привлекли к аресту Берия. Жуков, Москаленко, Батитский, генералы, значит, зная, что будет сделано, значит, в соседней комнате находились по звонку Маленкова. Они должны были зайти в комнату и Берия арестовать. Накануне была заменена кремлевская охрана, которая подчинялась Берии, и поставлены в охрану Кремля офицеры противовоздушной обороны. Что для них совершенно было не свойственно. Но, тем не менее, это было сделано на всякий случай. Значит, стали говорить у тебя и это, и это, и ты за объединение Германии, и ты первый стал говорить, что репрессии в стране были, произошли, что надо провести амнистию. Кстати, Берия провел амнистию в 1953 году. Выпущены была часть политических заключенных, но выпущены были почти все уголовники. Я помню это время в Копейске. По Афону ходить было нельзя. По поселку в Копейске ночью. Потому что все преступники вышли и стали промышлять снова своим старым ремеслом. Грабительством. И он стал настаивать на том, чтобы культа личности больше не должно быть. Должно быть коллективное руководство. То есть, он стал... Да, надо с тяжелой промышленностью немножко ограничить. Надо, чтобы людям было что есть и что носить. Надо легкую промышленность и пищевую промышленность развивать. Потому что страна в бедственном положении. Его обвинили, что ты враг народа. Кнопка. Жуков ходит, арестовывает. Срезает у него с брюковицы, с пуговицы. Так, как это положено. Во время войны как делали. Значит, выводит его. Чтобы он не убежал. Неудобно было бежать. Выводит его в машину. Со шторками. И вывозит из Москвы. Вывозит на тайный пункт штаба противовоздушной обороны. Когда Берия туда привели, он говорит, я не знал, что у ПВО есть такие помещения. Его закрыли. И потом он писал письма о своих заслугах. У него действительно были заслуги определенные перед страной. Сейчас я позже скажу, какие. Но, тем не менее, суд под председательством маршала Конева принял решение о его расстреле. Причем собрали все, сколько у него женщин было. Но я не считал недавно книгу «Воспоминания одной из его любовницы». Точно так же, как считал книгу «Исповедь любовницы Сталина». Это довольно интересные книги, в которых много довольно интересного фактического материала. К нему, конечно, надо критически подходить. Но есть вам такие вещи, которые действительно правдиво описываются. Так вот, Берия все стали говорить, перечислять, какой он развратник. Как он воровал девушек по Москве. Значит, как его помощники привозили к нему и прочее, и прочее. Что такое бездравственный тип. И более того, он агент британской разведки. Все это оказалось ложью. Но, тем не менее, процесс был сфальсифицирован, сфабрикован. Наступило время расстрела Берия. И Батицкий, генерал, когда привели расстреливать, «Дайте мне, я с удовольствием это сделаю». Хотя там был комендантский взвод. Из парабеллума трофейного пистолета. Значит, лично убил Берия. Ему было присвоено звание маршала Советского Союза. И так Берия не стало. Что из себя Берия представлял, каковы его заслуги? Берия настоял на том, чтобы всех врачей, которые по делу врачей были осуждены, освободить. Они не виновны. Он начал освобождать репрессированных. Он же был умный человек. Берия во время войны руководил нашей разведкой и контрразведкой. Были такие. Контрразведка СМЕРШ руководила Бакумов. Генерал Голиков, будущий маршал, руководил военной разведкой. Но, тем не менее, все они подчинялись Берии как заместителю председателя Совнаркома. Все. Все карательные органы. Дальше. Именно сначала Ванникова, а после Ванникова Берия была поручена Сталином создание атомной бомбы. И вот те, кто создавал атомную бомбу, они отмечают выдающийся характер Берия. Потому что, когда говорят, что кто-то враг народа, против него то-то, то-то, он сидит, он враг народа. Наплевать мне на то, что он враг народа сидит. Берия переводила его в специальный лагерь, шарашки так называемые, где были конструкторские бюро, где были заключенные, где создавали прекрасные условия жизни, только разрабатывайте. Все отмечает его большой ум, его большие организаторские способности. Если что пообещал, то это будет к сроку сделано. У меня был интересный разговор с порторгом Озерска города. Тогда это был Челябинск-40. Именно Берия создавал атомную промышленность и создавал вот этот химкомбинат «Маяк». Он часто приезжал туда. Были, значит, его главная улица этого города была названа проспект Маршала Берия. Сейчас называют проспект Ленина. Его переименовали потом. Так вот он мне рассказывает, как специалисты старые, еще пенсионеры, молодые, что в то время были, рассказывает. Приезжает Берия, город строится, атомная промышленность создается. Ну, тут встречает его банкет и прочее. Посмотрел на эту накрытую поляну и говорит, а почему коньяк грузинский? Да как, Лаврентий Павлович, вроде же вот-вот мы думали, мы думали. Он же грузин был, Берия. Мы думали, очень приятно здесь. Почему не армянский коньяк? Почему? Секретарю, запишите, чтобы впредь в этот город ежегодно приходил вагон армянского коньяка. В 1953 году его расстреляли. Я там был в 1989 году. Это уже прошло 36 лет. Уже кости его, наверное, сгнили, кости Берия. Хотя, нет, кости не сгнили, потому что сожгли его. Но, тем не менее, его приказ выполнялся. Несмотря на те трудности, которые были в советское время с продовольствием и так далее. И ежегодно вагон армянского коньяка Порторг мне говорил, этого предприятия, маяк. Ежегодно приходил. Его свято выполнялось распоряжение. То есть, это был человек, который в стиле еще сталинского времени был оклеветан, сфальсифицирован обвинение, был расстрелян. Какой бы он был, сказать очень трудно. Точно так же, как трудно сказать, как бы страна развивалась, если бы вместо Сталина к власти пришел Троцкий. Потому что Троцкий тоже, децимации, о которых я говорил, они тоже осуществлялись. То даже, что Сталин не осуществлял. Возможно, террор бы, может быть, и был. Это свойственно вообще всем послереволюционным обществам. Итак, Троцкий расстрелян. Началась борьба внутри. Маленкова убрали, о чем я уже сказал, через там два года убрали. И секретарем первым ЦК был избран Хрущев. Потому что Хрущева официально руководителем партии не был. Все вот так же, как и после смерти Ленина, бросились к государственным постам. А что касается Хрущева? Ну, Хрущев мужик лопоухий. Малограмотный. Значит, давайте мы ему поручим заниматься партийными делами. То есть Хрущев, как секретарь ЦК, не первый, не генеральный. Только сосредоточивается на партийных делах. Но, будучи хозяином в партийном аппарате, Хрущев чего добился? Он добился того, что на место первых секретарей обкома в Крайкомом партии были назначены все его сторонники. Он сам их поставил. Они входят в состав ЦК. Он себе обеспечил большинство. И на сетябрском пленуме ЦК 1953 года, когда было принято решение об освоении Целины, он был избран пока не генеральным, а только первым секретарем ЦК. Должность генерального секретаря ЦК была устранена. Первый секретарь. И началась дальнейшая борьба. Хрущев стал осваивать Целину. Он стал проводить многочисленные реорганизации, которые стали вредить. Это был очень энергичный человек. Но он почему-то считал, он считал, что реорганизациями управленческого аппарата можно добиться. Совнархозы создал, разогнал все министерства. Челябинский совнархоз был, которому все предприятия, независимо от отрасли, подчинялись. Но рабочему ведь, в принципе, все равно, кто над ним начальник, представитель совнархоза или министр, ему надо заработать дать. А, к сожалению, эта реорганизация не повышала материального интереса. Стала экономикой испытывать большие трудности. Стал Хрущев побывал в Америке у фермера Гарста. И он стал, увидел, что кормовая база ведь нужна для животноводства, чтобы развивать. Увидел, что кукуруза является хорошим кормом. И что надо кукурузу сеять. Он стал везде кукурузу продвигать. Там, где рожь хорошо росла, убирайте рожь все эти кукурузы. На корм скоту и так далее. Его кукурузником называли. Я помню, мальчишкой был. Ходили на демонстрацию в школе, в шестой школе учился. Нас заставляли из бумаги кукурузные початки делать с этими кукурузными початками. Дело дошло до того, что скоро в Москве могли на балконах уже разводить, заставлять кукурузу. Вот помешанный был человек. И, наконец, руководители партии пришли, что Никиту надо убирать. Возник заговор. Первый заговор. Заговор возглавил Молотов, входил Маленков, входил Ворошилов, входил Булганин, как председатель Совета Министров, обратите внимание. Входил Собуров, входил Первухин, это руководители Госплана и хозяйственных ведомств, крупнейшие руководители. То есть входило большинство президиума ЦК. Они приняли такое решение. Созвали пленум ЦК, Хрущева пригласили на этот пленум ЦК и сказали ему, мы тебя снимаем с должности секретаря ЦК, ну мы тебе должность дадим, мы ставим тебя министром сельскохозяйства, занимайся кукурузой. Но, как Молотов говорил, надо же нам сначала, сначала надо европейскую часть, старые колхозы поднять, которые ушел, а ты деньги тратишь на то, что в Целину, в Казаналтае, в этом поднять везде все Целину. Да, действительно, Целина дала огромное количество хлеба. Первый год. Второй год меньше. Третий еще меньше. Почва-то истощается. Надо же пары, надо давать почве отдохнуть. Он стал бороться с парами, с травополием, он стал бороться, Хрущев. Засевайте все. Это экстенсивное хозяйство, без повышения урожайности. Загнали туда, создавая новые совхозы, всю инфраструктуру, огромнейшую сумму денег. А Целина не стала давать такие урожаи. И, кроме того, распахали казахстанские степи, и кормовая база животного существа исчезла. Весь казахстанский скот питался травой, которая там была. А всю траву уничтожили. Стали огромные трудности. Они решили убрать. Все, мы тебя снимаем. А Хрущев говорит следующее. Нас избирал пленум ЦК. Меня избирал первым секретарем пленум ЦК. То есть там 200 или 250 человек, которые были в состав ЦК. А вы, президиум, вы не имеете права меня снимать. Созывайте пленум. Когда пленум ЦК стали создавать. А что вы? А члены ЦК оказались все здесь. Почему? Потому что Жукову стало известно, что Хрущева снимает. А Жуков ненавидел Сталина. Ненавидел. А что Сталин потом его отстранил. Сталин страшно боялся. Возражать ему не возражал. Но что он отстранил его от руководства Министерством обороны. А послал в Одессу, потом на Урал и так далее. Он решил Жукова поддержать. Надеясь, Жукову, то есть Хрущева поддержать в хороших отношениях. И на военно-транспортных самолетах все члены ЦК были доставлены в Москву. И когда собрался пленум ЦК, Жуков сказал. Но армия, вот в фильме, который был действительно показан исторические факты. Армия не разделяет этой точки зрения. Армия за Хрущева. А без моей команды ни один танк с места не двинется. Жуков уже в это время был военным министром. Потому что Булганин стал главой правительства. Его освободили от должности военного министра. И Жуков стал военным. И армия, он жестокий был человек в Жуковах. Армия была вся у него в руках. Все, Хрущев остался. Всех разогнали. Значит, Каганович еще входил. Каганович и Шипилов. Шипилов, министр иностранных дел. Кагановича послали работать в город Озбец с директором комбината. Маленков стал директором какой-то электростанции. Молоту предложили пост посла в Монголии, куда он не поехал. Спустя какое-то о Булганине вначале ничего не сказали. О Ворошилове вообще ничего не сказали. Но постепенно председателя президиума Верховного Света Ворошилова освободили от этой должности. И Булганина освободили от этой должности. Ворошилова на пенсию. А Булганина послали председателем Ставропольского совнархоза работать. И так Хрущев стал один. Все, противники уничтожены. Он стал проводить многочисленные реорганизации. Вот если бы, уважаемые телезрители, но старшее поколение может быть помнит, особенно те, кто были на производстве, а среднее молодое уже не знает. Если бы вам рассказать, какие реорганизации проводил Хрущев. Ничего не было такого, чтобы он не реорганизовал. Партию разделил на промышленную и сельскую. Везде были в городах областных два обкома, два крайкома партии. Промышленный и сельский. Были везде два облсполкома, два обкома комсомола, два совета профсоюзов. Этим он считал, что можно поднять все. Наконец, наряду с райкомами партии была попытка создать политотделы, которые бы их заменили. Были созданы вместо райкомов партии парткомы при территориальных колхозно-совхозных управлениях. То есть он не знал, что сделать. Он хотел сделать лучше, но он постоянно реорганизовал, и ничего не получалось. И вместе с тем Хрущев что сделал? Он запретил по существу личное подсобное хозяйство. Мы идем к коммунизму. 22-й съезд партии принял программу. Значит, на 20-м съезде партии он раскритиковал Сталина. Кстати, очень интересный момент, за что он раскритиковал. При всей своей подозрительности Сталин не мог коварство Хрущева определить. Хрущев при нем выполнял роль шута. ГПК танцевал на этих вечеринках, которые проводили и так далее. Сталин любил такие шутки, то возьмет сырые яйца, подложит на кресло. Или торт подложит, для того, чтобы кто-то сел на него. Вот такие развлечения у Сталина были. Шутки такие. Вот как описывают сторонники. Я не знаю, соответствует это истине или не соответствует. Но тем не менее, так описывают, что шутки такие бывали. Субтитры создавал DimaTorzok